которая позволяет применять программу цифровой экономики. Есть также определенные градации, связанные с юридическими и физическими направлениями в области функциональной безопасности. Особое направление здесь выделяется кадром образования, потому что в любом случае трансформация отрасли приводит к тому, что базовые классические профессии должны быть в той или иной степени модифицированы, доработаны, и в конечном итоге появляются новые классические профессии, которые будут существовать в рамках этой системы. Информационная инфраструктура, то, что я уже говорила, и формирование исследовательских компетенций и технологических забилов. Это ровно то, что реализуется в рамках центра компетенций. При этом сегодня уже существуют перспективные направления, в которых государство и бизнес заранее понимают, что имеют необходимость внедрения подобных платформ. Это направления, связанные с государственным управлением, это создание тех самых мишек во форму государственного регулирования. Это сельское хозяйство, в том числе экспортная составляющая, создание цифровых коридоров по транспортировке различного вида сырья и оборудования, и материалов, в том числе и полезных ископаемых. В том числе инфекционные регуляторика, здравоохранение. Очень большой пласт работы, поскольку данные, которые сейчас снимаются в показах населения и обрабатываются, имеют достаточно большое широкое применение как с точки зрения государственного, социальной политики, так и с точки зрения экономических услуг, с точки зрения создания новых видов сервисов, удаленных сервисов по образованию услуг медицинской помощи. Транспорт и логистика. Могу сказать, что это основная артерия, которая сейчас связывает все экосистемные направления по отраслям транспорта и логистика на сегодняшний день, в достаточной степени подвергаются и уже изменены с точки зрения формирования.